Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Бастуют все молодежь, старики и женщины. Ситуация в Дахадаевском районе накаляется. Уже несколько недель в селении Миусиша местные жители протестуют против прокладки водовода через их территорию. Теплая осень не значит теплая зима. Холода близко, утверждают синоптики. Когда ожидать изменения в температуре, узнавали наши корреспонденты. Фокусировка внимания, натянутый лук и стрела летит прямо в мишень. В Кизелюрте состоялся открытый турнир по сленге из лука. Подробности сегодня в выпуске. Почти 37 миллиардов рублей с федерального бюджета направят на развитие сельских территорий. Правительство региона утвердило новую госпрограмму до 2025 года. Главной задачей документа является создание новых рабочих мест в сельских местностях, а также формирование благоприятной инфраструктуры. Кроме того, за эти средства предусмотрено улучшение жилищных условий сельского населения за счет строительства или же покупки жилья. Реализация программы будет вестись с 2020 по 2025 год. Сельхоз земли Дагестана, возможно, внесут в федеральный фонд. Иначе говоря, неиспользуемые земли заберут в особый реестр. В стране активно обсуждается вопрос об эффективном применении земель сельхозназначения. Туда могут быть включены участки сельхозугодия и земли районов. По мнению экспертов, это позволит передать земельный ресурс тем, кто действительно может и будет на ней работать. Отметим, что в Дагестане в минувшем году обнаружили около 130 тысяч гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель. Тем временем обстановка в Дахадаевском районе Дагестана обостряется. Уже несколько недель в селении Миусиша продолжаются митинги против прокладки водовода. Местные жители блокируют работу строительной техники. Об этом сообщает сайт МК в Дагестане. Сегодня одна из женщин из-за эмоций потеряла сознание. Миусишинцы просят власти вмешаться в ситуацию. Напомним, селян возмущают строительство водовода, которое проводят в районный центр Уркарах через территорию Миусиша. А в Сулеймастальском районе при реконструкции сквера похищено более 700 тысяч рублей. Подозревают в мошенничестве директора частной строительной компании. По данным МВД, в конце 2018 года застройщик завысил объемы и стоимость выполненных работ, присвоив таким образом часть бюджетных денег себе. Факт хищения был выявлен во время проверки целевого и эффективного использования казенных средств. Против руководителя фирмы завезено уголовное дело. Правительство Дагестана намерено развивать инфраструктуру вокруг Сулакского каньона. Это прежде всего обновление дорожно-транспортной сети, водоснабжение хабов, обустройство парковочных мест, а также обеспечение безопасности. По оценкам экспертов, Сулакский каньон сегодня является одним из наиболее востребованных гостями объектов в республике. В текущем году турпоток по этому направлению значительно превысил прошлогодний показатель. Его посетило более 300 тысяч туристов. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Россиян ждут очередные длинные выходные. Вместо привычных двух дней отдыха госработники получат дополнительный третий выходной день. Связано это с тем, что День народного единства, 4 ноября, приходится на понедельник. Следующие длинные выходные нас ожидают только в новом году. Так, страна будет отдыхать с 1 по 8 января, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно графику утвержденного Минтруда. Граждане в эти дни смогут поехать на дачи, путешествия или просто насладиться покоем дома. Октябрь в этом году для дагестанцев выдался теплым. Но уже сегодня умеренную погоду, которая восстановилась в республике в эти дни, сменила значительное понижение температур. К республике подошел холодный фронт и по осеннему теплые дни сменила пасмурная погода. А каковы прогнозы синоптиков на ближайшие дни, расскажет Зумруд Гамидова. Понижение температуры, ветер и временами дождь. Именно такая погода ожидает дагестанцев в ближайшие дни. В гидромедцентре уверяют, что это норма, просто осень вступает в свои права. Резкого похолодания, по словам синоптиков, не произойдет. Завтрашний день территория Дагестана оказывается под воздействием холодного фронта, который рванулся на Европе, сейчас Россия, с Арктики. И, соответственно, пойдет понижение температуры. Кроме того, начиная с вечера среды в Дагестане ожидаются дожди, которые продолжатся и в четверг. Похолодание связано с надвигающимся севером мощным холодным фронтом, который накроет Россию в ближайшие дни. Дожди продержатся в Махачкале до 8 ноября, однако после повторится ясная солнечная погода. Ноябрь в целом по температурному режиму ожидается высшая многолетняя норма. По прогнозу дагестанцев, ноябрь месяц по температурному режиму ожидается в высшей норме. Но как в октябре на 5-6 грамм в высшей норме не будет, то 1-2. А осадки будут впадать больше. В октябре у нас осадок почти не впадал, и в сентябре будет дождливой. Такого продолжительного бабьего лета не было уже на протяжении длительного времени. Это, конечно, не может не радовать жителей столицы. Однако слишком теплая осень неблагоприятно сказывается на аграрном секторе. В горах, как полагается, прохладнее. Столбик термометра опустится до минус 4 градусов. Будут осадки идти, преимущественно в виде дождя. В горных районах приходящий мокрый снег. И, соответственно, чуть дальнее, 1-2, ночные температуры и дневные в горных районах на высотах, особенно выше 1500 метров, будут отрицательны. Что касается зимы, то средняя температура воздуха будет примерно такой же, как в предыдущие годы. Сильно холодов не будет, обещают синоптики. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Кизелюрте состоялся открытый турнир по стрельбе из лука. Мероприятие провели в честь начала священного для мусульман месяца Рабиуль-Аваль. За победу боролись более 200 участников. Это жители и выходцы города Кизелюрта и Кизелюртовского района. Кто лучше всех запускал стрелы, узнает Хамза Нурмагомедов. 40 команд по 5 человек. Все настроены только на победу. Каждый участник делает по два выстрела с 12 метров. Мишень 2D с изображением Куропатки. Всего три этапа. На открытие турнира пришли чиновники местной администрации, представители духовенства и общественности. Богослову поздравили участников с наступающим месяцем Рабиуль-Аваль и призвали изучать жизнь Мухаммада. Мир и мои благословения. Ведь широко известно, что одним из любимых занятий пророка была как раз таки стрельба из лука. На самом деле оживление сунны, да и в таком масштабе, это огромное благо. Мы все знаем, посланник Аллах, алей салат ва салам, призывал к стрельбе из лука, к обучению стрельбе из лука. И мы видим, какая польза от этого есть. В финальный этап вышли 10 дружин. В упорной борьбе с минимальным преимуществом победила команда Гадари из одноименного села. Призерам вручили подарки и денежные призы. Это не первое и не последнее взаимодействие молодежных объединений с администрацией города Кизлюрта. Также большое обаркало муфтияту, особенно духовенству города Кизлюрта и Кизлюртовского района. Той молодежи, которые приняли участие в данном мероприятии и приукрасили его. Турнир провели не только среди взрослых, но и среди детей. На центральном стадионе царил настоящий праздник. Его организовали молодые общественники Кизлюрта и Кизлюртовского района. Их поддержала администрация города. По завершению мероприятия всех участников угостили вкусным обедом. Хамза Нурмагамидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Кизлюрт. Около 50 спортсменов состязались в открытом чемпионате ДГУ по бадминтону. Этот олимпийский вид спорта в регионе только начинает свое развитие. Турнир проводился впервые с момента открытия этой весной Дагестанской федерации бадминтона. В спор за окупки медалей и грамоты вступали любители всех возрастных групп. Участники также представляли некоторые вузы и сузы республики. По итогам увлекательных игр определилась тройка призеров. Так лучше всех себя проявили спортсмены из Дагао. Серебро и бронза досталось ДГМУ и ДГУ соответственно. Это были все новости к этому часу. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!